Наверняка многие из вас уже хорошо умеют делать макияж, но сегодня я хочу сосредоточиться на 5 простых хитростях, которые помогут вам улучшить ваш макияж, сделать его более профессиональным на вид. Обязательно все внимательно послушайте, а потом и спробуйте на себе, потому что я уверена, что это значительно улучшит общий вид вашего макияжа. Первая хитрость относится к закреплению макияжа пудрой. Если у вас сухая кожа, я вам советую наносить пудру только влажным спонжем. Если вы этого еще не делали, обязательно попробуйте. Вот сейчас я вам демонстрирую спонж от Real Techniques. Казалось бы, мы уже все привыкли к тому, что спонж очень хорошо наносит тональные основы, какие-то жидкие кремовые текстуры. Но на самом деле, чем больше я распознаю глубины этого замечательного инструмента, тем больше я понимаю, что им можно наносить в принципе все. И пудру он наносит отлично, особенно если это касается сухой кожи. На сухую кожу пудру очень сложно нанести так, чтобы это потом не почерпнуло все абсолютно морщины на вашем лице, чтобы это не почерпнуло какие-то сухие участки на лице. Спонж должен быть при этом влажный, но ни в коем случае не мокрый. То есть, если вы его со всей силы вот так вот сжимаете, ни одной капли не должно из него выделиться, но при этом вы ощущаете, что он такой вот еще влажненький. Я обожаю таким способом закреплять зону под глазами. Как только я наношу консилер, после этого я сразу наношу какую-то рассыпчатую пудру. Сегодня я наносила рассыпчатую пудру от Анели. Это конкретно пудра для сухой кожи. И вот комбинация спонжа плюс пудра для сухой кожи очень хорошо работает для зоны под глазами. И морщины мои не подчеркиваются. Нет ощущения, что я выгляжу на 10 лет старше, чем на самом деле. Что касается остального лица, то здесь я использую в основном вот эту вот пудру от Pixi. Она называется Flawless Finish Powder. Очень хорошая пудра, мелкодисперсная. И еще в ней есть какие-то микрочастички перламутра. Опять-таки для сухой кожи это отлично работает, потому что это делает такой вот софт-блюр, рассеянный эффект на любых каких-то морщинах. Я ее всегда использую на лбу и при этом макияж у меня всегда выглядит отлично с ней. Если у вас не сухая кожа, а напротив очень жирная, то здесь опять-таки не тянитесь за кистью, когда вы наносите пудру. Для жирной кожи лучше всего работают вот такие вот пуховки. Естественно, когда у вас жирная кожа, вы наносите пудру для того, чтобы она в первую очередь питала излишнюю жирность тональной основы и вашей собственной кожи. Поэтому вот такие вот пуховки очень хорошо работают, они не наляпывают пудру как кисть, вот так вот каким-то отдельным куском. Даже какую бы кисть мы ни взяли, все равно она имеет вот такую вот способность в каких-то местах больше наносить, в каких-то меньше, тянуть за собой потом тональную основу или какие-то кремовые продукты. Здесь же вы берете вот такую пуховку и начинаете вот такими вот движениями наносить пудру. При этом абсолютно все, что не нужно, чтобы у вас блестело, у вас сразу пропадает блеск, становится лицо очень матовым и при этом нанесение становится очень ровное. Металлические тени сейчас в огромном тренде и здесь у меня для вас второй трюк, а именно нанесение металлических теней только исключительно влажной кистью. Причем кисть нужно мочить не до того, как вы набираете тени, а после того, как тени вы уже набрали на кисть. Как только вы набираете тени на кисть, сразу берете какой-то фиксирующий спрей. Я обожаю спрей от Colourpop из линейки Amber, он отлично справляется вот как раз с этой задачей. После того, как вы набрали на кисть тени, сбрызгиваете этим спреем пару раз и начинаете наносить эти тени на веко. Тени наносятся просто как масляные. Такое впечатление, что вы наносите не сухой продукт, а кремовый на вашу кожу. И они ложатся очень однородно, очень пигментированно, практически ничего не осыпается в зоне под глазами. И таким образом вы можете добиться максимальной просто пигментированности, максимальной яркости, максимальной насыщенности этого оттенка. И вы всегда комментируете, как только мне стоит накраситься чем-то более ярким, вы всегда меня спрашиваете, как ты этого добиваешься, какие тени ты брала. Но на самом деле тут все зависит даже не от того, какие тени вы берете, а от того, как вы их наносите. И вообще в целом я заметила такую тенденцию, что сейчас на рынке полно металлических теней, которые сразу заточены под то, что вы их будете наносить влажной кистью. Иначе они не липнут к веку, они могут очень сильно осыпаться, и это расстраивает очень многих девушек, потому что они не могут просто найти к ним подход. Я вам, кстати, оставлю ссылку в описании, также под буквочкой I. Вы сможете посмотреть еще другое мое видео, которое называется «Как работать с текстурами теней». Там все очень подробно по поводу нанесения, какие тени, как лучше и каким способом наносить, растушевывать. Обязательно посмотрите это видео, если вы его еще не видели. Следующая хитрость, возможно, наиболее очевидная, но многие до ужаса просто боятся этого шага, а именно нанесение ресниц. Ресницы кардинально меняют ваш макияж. Какие бы у вас свои не были ресницы, все равно накладные ресницы, это сразу моментально ваш образ превращается из такого как бы, ну ничего, в супер гламур и эффектный образ, который круто смотрится как вживую, так и на фотографиях, на видео. Я, откровенно говоря, очень мало девушек встречала, у кого действительно настолько шикарные ресницы, что накладные ресницы особо ничего не меняют. Даже если у вас длинные ресницы, даже если у вас красивые ресницы, но когда вы клеите накладные, все равно разница настолько очевидна, что это просто небо и земля. Сейчас на мне наклеены очень драматические ресницы, но не обязательно клеить каждый день именно такие. А я вот обычно клею даже вот такие вот реснички, это малюсенькие уголочки, которые просто вот во внешний уголок добавляют акцент. И даже вот такие малюсенькие ресницы, они настолько как-то преображают глаз. И даже как бы я хорошо не накрасила ресницы, все равно вот макияж с моими родными ресницами и макияж с накладными ресницами, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Еще одна хитрость, которой я пользоваться начала относительно недавно, это нанесение тональной основы уже в конце, после того, как вы сделали полностью макияж глаз. Почему я начала пользоваться этой хитростью? Потому что я заметила, что девушки, и я в том числе, когда делают макияж глаз, очень сильно экспрессируют. То есть вот эти вот все вот при растушевке действия, они в любом случае подвергают вашу тональную основу тому, что она начнет скатываться в какие-то мимические морщины. Какой бы тональной основы вы не пользовались, если у вас мимика очень подвижная лица, а я на протяжении дня очень сильно жестикулирую, у меня постоянно на лбу, там куча морщин каких-то проявляется. Так вот, я заметила, что если я с самого начала загоню тональную основу во все свои морщины, то потом на протяжении дня она выглядит еще хуже. И я все время под конец дня смотрю на себя в зеркало и думаю, что у меня вообще вот это вот такое вот творится? Почему все завалилось, все потрескалось? А на самом деле просто нужно дать своей тональной основе максимально много шансов выглядеть хорошо. И когда я полностью макияж глаз уже сделала, я наношу тональную основу, и потом мне остается что? Нанести только хайлайтер, бронзер, там румяна, брови. И когда я наношу именно эти косметические продукты, мне не нужно слишком жестикулировать. То есть в основном вот эти все рожи, я, например, и я замечала, что и другие тоже, корчат, когда красят глаза именно. Особенно если новейшие веки, потому что пытаешься как-то открыть глаз, как-то его накрасить, и вот получается вот такой вот. Поэтому если вы еще не пробовали, попробуйте обязательно наносить тональную основу в самом конце. И последняя маленькая, но очень важная деталь, это фиксирующий спрей в конце вашего макияжа. Фиксирующий спрей разделяется на два типа. Это может быть либо действительно фиксация, то есть продление стойкости вашего макияжа. Здесь, в принципе, на рынке еще ничего лучше, чем с Киндиневи спрей для закрепления макияжа не придумали. Вот они действительно создают как будто лаковую пленку у вас на коже, и лаковую не в смысле, что оно блестит и переливается, все. Нет, это просто вот как будто ощущается, как будто вы лаком попрызгали лицо, но при этом макияж очень стойко держится. Жара, пляж, я не знаю, там свадьба, где-то набора-бора, вам ничего не страшно, потому что вот такие вот спрей очень круто именно фиксируют макияж. Если вам не нужна такая бешеная фиксация, вам просто нужно сгладить углы, как я это называю, то я очень люблю Colourpop Amber фиксирующий спрей. Он по факту ничего не фиксирует, он просто все кремовые продукты, которые вы наносили, сливает воедино с сухими какими-то текстурами. То есть, если у вас жидкая тональная основа, поверх нее вы нанесли сухой хайлайтер, сухой бронзер, пудру и так далее, когда вы сбрызгиваете вот этим фиксирующим спреем, у вас становится что-то единое, что очень похоже на естественную кожу. Нет ощущения запудренности, нет ощущения каких-то отдельных элементов. Вот здесь заканчивается хайлайтер, видно где он закончился и начался, например, бронзер. Все вот эти границы и все в целом как-то смешивается и втушевывается, как будто вплавляется в вашу кожу. И действительно разница очень большая. И тут все тоже очень сильно зависит еще от конкретного фиксирующего спрея. Вот эти два мне очень нравятся, я их могу рекомендовать, но я также пробовала некоторые, которые просто создают какой-то глянец на вашей коже, при этом они не продлевают ничего. Какого-то эффекта единения они тоже не делают на лице, поэтому вот это достаточно бюджетно, можете заказать, попробовать именно вот это. Я думаю, вам понравится. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что вам мои хитрости понравились. Обязательно расскажите мне, пользуетесь ли вы уже этими хитростями или для вас это в новинку, вы впервые об этом слышите. Также расскажите о своих хитростях, что помогает вам улучшить ваш макияж. Я, возможно, тоже что-то возьму на заметку, украду у вас какую-то идею хорошую. Перед уходом не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал, это можно сделать здесь. Я очень часто делаю видео с какими-то хитростями, трюками визажиста, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать их в будущем. И также я вам ставлю какие-то, наверное, выберу вам какие-то хорошие трюки тоже, чтобы вы могли посмотреть. А у меня на этом все, и мы с вами увидимся в следующем моем видео.